Приветствую вас. Знаете, я прочитал ваши вопросы, не только этот, но и другие. Совершенно очевидно, что я делал здесь не в мужчинах, которые вас разочаровали, а в российских мужчинах это самое главное, потому что, ну я уверен, во всей России вы не были. Вот. Делал здесь не в мужчинах, потому что, как правило, люди отзеркаливают то отношение, которое у вас к самой себе. Ну и вообще к самим себе. Если вам встречаются такие мужчины, если вы взаимодействуете с ними именно так, то значит вы в душе относитесь сами к себе, они просто отражают то, как вы к себе относитесь сам. И читая ваши вопросы в профиле, я, если честно, как-то даже и не удивлён тому, что эта ситуация происходит. Регистрированы вы давно, вопросов задаёте много, все они серьёзные, но ни разу не было ни одной платной консультации, то есть вы никогда не работали низких приватных. При этом у вас есть психолог, с которым вы работаете. Ну вот что странно, вы только что пришли в одном из своих вопросов, вы пишете, что я только что пришла от своего психолога, и тут же вы рассказываете эту ситуацию нам. Ну вот я говорю вопрос, как бы. Но если вы эту ситуацию рассказали своему психологу, то зачем её рассказывать нам? Ну в частности я вот, например, на этот вопрос вам не отвечаю, но коллегам, чем? У вас либо есть свой психолог, и вы работаете с ним, либо вы работаете с кем-то из наших специалистов. Но не нужно так, что вот от одного к другому и так далее. Это не есть хорошо. Это получается сборная солянка, которая вас выгоняет в ещё больший раздраж. Это первое. Второе. У вас явная проблема детско-радистовских отношений, и ваша мама, которая вас гнобила, да, которая вас подавляла, которая вас принижала, да. Эта мама ваша, она нанесла серьёзный опечаток на то, как вы сейчас ведёте себя с мужчинами. В частности. Потому что вот как вы рассказываете про мужчин, как вы рассказываете про то, какие они, вы абсолютно ничего не говорите про себя, заставляет меня думать, что вы у мамы, к сожалению, переняли её модель поведения. То есть вы повторяете детско-родительский сценарий. Я не знаю... Точнее, родительский сценарий, простите. Я не знаю, как с вами работает ваш психолог. Я не знаю, что вы с ней делаете, я не знаю, как вы с ней работаете, но то, что происходит, это просто караул и ах. Я не принижаю вашего психолога, безусловно, он специалист, раз вы к нему ходите. Но простите, как ваша мама принижает и иронизирует над вами, так и вы принижаете и иронизируете над мужчинами. И на секундочку, кто ваш отец, какие эмоции ваш папа испытывал по отношению к маме, к маме. Скорее всего, те же самые, что и испытывают те мужчины, которые взаимодействуют с вами. Оставьте мужчин в покое. Формируйте свои требования к мужчинам. Определите, где эти мужчины могут быть. И общайтесь там, с теми, кто вас устраивает. У нас нечеткие требования. Четкие требования. Понимаете? Не абстрактные суждения типа психологическая зрелость или что-то вроде того. Или отсутствие хамства, например. То есть грубости, которые еще неизвестно, чем продиктованы. Глубже смотрите. Глубже смотрите на людей. Глубже смотрите на людей. Пристальные, внимательные. Старайтесь, по крайней мере, это делать. Вы не можете найти себе мужчину не потому, что вас окружают незрелые люди, а вы не можете найти мужчину потому, что не даете им шанса. Понимаете, в чем дело? Мыслите очень поверхностно вы. Вот. Дальше. Идем. Значит, то, что я слышу, говорит о том, что в голове у них полный... Понятно. Так, ну, причем здесь все российские мужчины, к тому, что вы слышите, это вообще отдельная тема для разговора. Значит, в 40 лет они становятся еще глупее, чем были. Кто определяет, что они стали глупее? В чем проявляется их глупость? Что вообще понимать под глупостью? Если что-то глупо для вас, то не значит, что-то глупо для другого. Кто дал вам право оценивать мужчины, их психологический, эмоциональный интеллект? Кто вам дал за право? Кто вам дал право следить о людях? Выносить им оценку? Никто не хочет работать над собой. А зачем? Зачем работать над собой людям? Вы либо принимаете человека таким, как он есть, либо нет. Или вы пытаетесь людей под себя переделать? Хамству нет предела. Так хамству это защитная реакция. Лидия защищается через хамство. Чего защищается, тоже большой вопрос. Но я уверен, что вам это не интересно. Большинство проблемные из проблемных семей. Ну и что дальше? И вы тоже, у вас тоже проблемные семьи. Или вы хотите так, что вы проблемные, а мужчина был не проблемным. Вы не охотите некую кастовость, некую классовость в своем впечатлении? Такая ситуация не только у меня, но и большинство моих подруг подруг. И в этом виноваты мужчины? В этом виноваты мужчины? Серьезно? Не думали о том, что подруги как-то выбирали этих мужчин. Что подруги как-то выходили за них замуж, например. Что да, может быть мужчина не нравился подругам. Ну, мужчины подруг им не нравятся. Но они их принимали, они их выбрали. И теперь эти подруги не несут ответственности за свой выбор. Они не понимают, например, что мужчину нужно стимулировать. Что мужчина без стимуляции это... Ему ничего не нужно. Вот. Что это нормально для мужчин. Для мужчины без стимула ничего не делать. Что такова природа мужская. Но они из этого, наверное, ничего не знают. Они об этом ничего не говорят. Скорее всего. Вот. Они не удовлетворены. И свою неудовлетворенность они... А... Значит, сваливают на... Мужчин. Вот. Значит, дальше я отношусь к ним как к пациентам уже. Ну, то есть, обесцениваете их, принижаете. Так же, как и... Мама принижала, скорее всего, вашего отца. А не к людям, с которыми можно договориться. Моя психолог сказала, что вы так можете не найти человека психологически зрелого. Ну, вот это, на самом деле, очень печально, что говорит вам психолог. Потому что вы рассуждаете сами не как человека психологически зрелого. Простите за, может быть, жесткие слова, но это правда. Ни один психологически зрелый человек не будет рассуждаться так, как вы. Ни один психологический человек не будет называть тугими мужчинами. Или вообще людей. Ни один психологически зрелый человек не будет говорить, что полностью отсутствует эмоционально-психологический интеллект. Ни один психологически зрелый человек не будет говорить, что в 40 лет становится глупее, чем были. И ни один психологически зрелый человек не будет говорить, что никто не хочет работать над собой. Потому что зрелый человек принимает себя, а он принимает других людей. Вот и все. Да, у мужчин есть проблемы, да, у мужчины грубые, да, у мужчин есть свои недостатки. Безусловно. но есть и плюсы. Есть и плюсы. Если, как бы, по вашему мнению, эти плюсы не перевешивают, да? Ну, наверное, тогда просто стоит оставить их в покое. Если вам никто не подходит из мужчин, вообще, ну, обязательно надо смотреть на себя. То есть проблема, скорее всего, в вас. И проблема, скорее всего, в том, что вы боитесь духовной близости. Вы опасаетесь духовной близости, как бы. И в этом вся проблема ваша. Ну, вот, знаете, как бы, ну, это прозвучит максимально, да? Но хотя бы вот здесь, у нас на сайте, мужчины, я вот не знаю, как у других, но, наверное, в других тоже. А в 25 мужчины психологи. Ну, никак не тупые. Правильно? Ну, никак. А вы говорите, тугие русские мужчины. Ну, то есть, как минимум, тугости и тупости у мужчин, которые здесь, нет. Это уже, значит, ошибается. Понимаете? Что вам дает такое ощущение? Что вам дает ваше правительство? Но дает вам, она дает вам ощущение превосходства. Вы чувствуете, что, ну, как бы, превосходите мужчину. Вам нравится этот чувство. И вы не готовы пожертвовать этим превосходством ради того, чтобы мужчина получившего себя рядом с вами мужчиной. Поэтому вы одна. Потому что мужчина с вами не чувствует себя таковым. Вы ищите идеального мужчину, который вас и женщиной бы сделал, и чувствовал превосходство своего выборного брата, который вы нашли, таким вот, через такой защитный механизм обесценивания. Вы от него отходить не хотите. И именно поэтому вы одна. И именно поэтому мужчину такого вы не найдете. Потому что таких нет. Таких нет. Понимаете? В любых отношениях чувство превосходства деструктивно. И нужно перестать считать, что кто-то тупой, тугой, психологически незрелый, и так далее, глупый. Вот. Это ярлыки. Это навешивание ярлыков на людей. Я не говорю про мужчин, я говорю про людей. Вот. Ну и совершенно очевидно, что именно в контексте взаимоотношения с мужчинами вам нужен психолог-мужина, а не женщина. Вот. Потому что учиться нужно с мужчинами взаимодействовать. Учиться. Лучше понимать, насколько вы психолог и женщина, психолог вам этого не даст. Не даст. Вот. Я не рекламирую себя, на самом деле. Убирайте любого. Вот. Но просто поймите, что ваш психолог, ваша психолог, она не даст вам правил. И поправьте меня, если я ошибаюсь, но вы с ней, потому что вам нравится ее взгляд. Ну или вы разделяете ее позицию. А разделение позиции быть не должно. Вы приходите работать над собой, а не позицию разделять. Понимаете? Вот. Так что, так. А, значит, что-то я вижу угнетает меня. В чем? Ну, чего хочется. Что готовы сделать для этого. Чего хотите. Что чувств minutes, самое главное. Что чувствуете. Как мыслить позитивно. Чтобы мыслить позитивно, нужно вот это все, вот это реплексия, вот это интуитивное, что у вас есть, все это надо убрать. И поработать с чувственно ассоциативной сферой, во-первых, то есть что чувствуете, что думаете по этому поводу, опять что чувствуете, что думаете по этому поводу и так далее. И прийти, так сказать, к истокам. Это первое. Второе нужно, собственно, выявить с учетом вот этих вот корректировок, чего вы все-таки хотите. Вот. Дать вам это, то есть пока вы не производите, в принципе, впечатление человека, который может быть готов к отношениям, потому что вы не чувствуете себя в безопасности, вы не принимаете чувств других людей. А значит, вы не принимаете и свои чувства, а без этого отношения с любым человеком, каким бы он ни был, вам не построить. Вы всегда будете рационализировать, всегда будете включать такого вот психолога, да, ну, там с однако минус, вот. И всегда будете заниматься ярлыками, тем, что вы будете вешать руки, вот. Значит, а как мыслить позитивно? Для этого должны быть позитивные чувства. Для этого нужно правильно интерпретировать свои чувства, верно их интерпретировать, развивать свой собственный эмоциональный интеллект. Вот. И, наверное, ну, для успешной работы придется отказаться от того утверждения, которое вы дали в одном из заголовков своих вопросов, что вы психологию знаете уже очень давно, в теме пять лет, себя знаете очень хорошо и сами стали себе психоаналитиками. Это миф, это миф, это миф один из тех, что у вас есть. Это миф. Ни один человек себя сам знать хорошо не может. Если бы вы знали себя хорошо, если бы вы знали психолога, если бы вы были психологом, даже себе помочь сами вы не смогли. А этот человек сам себе помочь не может. А это значит, что все, что вы делаете, это здорово, но вам это на пользу не идет. То есть вы можете знать сколько угодно психологии, но вам это на пользу не идет. И попытка помочь самой себе всегда будет заканчиваться провалом. Вот. Поэтому, тем раньше вы это поймете, тем раньше перестанете читать психологическую литературу и тем раньше начнете реально заниматься и работать с психологом, а не рассказывать ему какие-то свои ситуации из жизни и, ну, я не знаю, пытаться как-то эти ситуации обсудить. Это можно делать, но уже потом, после всего, после работы. А пока нет. Пока задания, работа, коррекция, коррекция. Вот. Это то, что вам надо делать. К сожалению, я этого не вижу. Вот. Ни по вашим вопросам я этого не вижу, ни по... Потому что судя по тому, что вы пишете, я этого тоже, к сожалению, не вижу. Вот. Решать вам, по-сам-то. Жизнь, она... Практична. Так. Вот. Вы молоды. Вот. Молодость не вечит. И пройдет время. И вы будете жалеть о том, что тратили его свое время на вот эти вот эти вещи. Психология это называется маленький профессор психологии. Вот то, что вы описываете до слов, это меня угнетает, это все маленький профессор, профессор психологии. Это все ложь. Это все рационализация. Это все автоматическое мышление. Шаблонное мышление, если угодно. Вот. Готовы, готовы вы это принять? Можно будет работать. Можно будет что-то менять. И в вашей жизни появится счастье. Тихое женское счастье, как говорят. Не готовы, не готовы отказаться от этого, значит, ничего не изменится. Это все. Орешать вам. Орешать вам. Это ваша жизнь. Мужчинам-то что? Мужчинам-то что? Мужчины они могут быть другими, глупыми, хамами и прочее. Им-то что? У них женщины есть. А вот у вас мужчины нет. Вальцы какая-то штука. Вот. Поэтому я рекомендую вам подумать именно на эту тему. Вот. И решить для себя вопрос, как вы будете двигаться дальше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.